МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Услышим золотые хиты на творческом вечере Александра Викулова и поспешим потратить средства в пушкинской карте до конца года. А теперь подробнее. Священный Байкал стал ближе. Коллектив из Бурятии выступил на торжественном закрытии 12-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Гости, профессиональная команда, известная не только в нашей стране, но и за рубежом, погрузили амурских зрителей в традиции своего народа через легенды, танцы, яркие костюмы и песни, в том числе современные. Азиатские мотивы, колоритные костюмы, национальные танцы и полное погружение зрителя в традиции древнего народа. Такую задачу поставили гости из Улан-Удэ. Коллектив федерального уровня, Бурятский государственный национальный театр песней и танца Байкал. Мифы и легенды органично вписались в творческие номера. Движения и костюмы артистов воплощали озерных птиц. Звучание народных инструментов напоминало дуновение ветра. Кстати, этой стихии посвятили целую песню без слов. Номер символично называется «Песень ветра». Ее исполнила заслуженная артистка Бурятии Нелли Роднаева. Впрочем, за пределами республики музыканты, вокалисты и танцоры театра песни и танца Байкал также довольно известны. Балет коллектива пять лет назад победил во всероссийском шоу одного из федеральных телеканалов. Став лучшими в стране, выиграли сертификат на один миллион рублей. Тот самый триумфальный танец увидели и амурские зрители. Программа театра песни и танца Байкал стала яркой точкой и завершающим мероприятием 12-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства. Всего же в ее рамках было проведено более 50 событий, в том числе концерты, творческие мастерские, выставки, онлайн-встречи, а также мастер-классы, лекции и тематические экскурсии. Международный традиционный фестиваль российско-китайской ярмарки культуры и искусства в этом году проходит уже в 12-й раз. И во втором десятилетии этого фестиваля мы решили наполнить его новым направлением. Это направление называется «Регион-гость». Он реализуется второй год, и в этом году регионом-гостем стала Республика Бурятия. В этом году фестиваль значительно расширил свои временные рамки. Старт мероприятиям был дан еще 1 июня. Яркий финал состоялся в конце ноября, сделав загадочную и самобытную бурятию для амурского зрителя понятнее и ближе. Кто из свах лучше? На сцене Амурского театра драмы «Премьера» там поставили легендарный спектакль «Ханума». По задумке московского режиссера Дениса Малютина, это будет не классический «Водевиль», а комедия с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своеобразного юмора. Эй, за мной королеву! Вон у меня садится нашу, поэтому там уходите поставить. Что ты еще придумал? Комбинацию ухи-дерехода! Что стоит? Пеки давай! Так лихо закрутить интригу может только лучшая сваха Тифлиса – «Ханума». Это она смогла придумать и осуществить такую многоходовку, в которую поверили все главные герои. Декорации нового спектакля, с одной стороны, минималистичны, с другой – технологичны. Сложная, вращающаяся конструкция погружает зрителя в атмосферу грузинского города. Колорит добавляет световое решение и музыкальное оформление. Но основополагающие постановки – это, конечно, игра актеров. В спектакле занята практически вся труппа. Главную роль исполняет заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина. Не знаю, как мне это отвечать. Я свой характер. Я даже не знаю, какой он у меня характер. Это пусть со стороны люди говорят. И я, когда начинаю работать, все, я уже-то не я. То есть я уже думаю, как она, я уже думаю, какая у нее судьба, а что вот она, почему она с окопом так, вот почему, что у них было до этого, а у них что-то было. Не просто так они вот в конце парой остаются. «Неограниченные возможности». Фотовыставка под таким названием открылась в Благовещенске. Экспозицию посвятили жизни амурчан с ОВЗ и приурочили к Международному дню инвалидов, который отмечают 3 декабря. В новой экспозиции, которая открылась в библиотеке имени Чехова, представлено около сотни работ. На снимках запечатлены моменты из жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Смотря на эти кадры, отметили гости фотовыставки, становится понятно, после серьезных диагнозов жизнь не останавливается. Амурчане с ОВЗ активно занимаются спортом, ипотерапией, выезжают на природу, играют в театре, не замыкаются в себе. Выставка у нас так и называется – «Неограниченные возможности». Потому что само слово «ограниченные возможности» звучит как ограничение. А любой человек не может быть ограничен, если он что-то хочет делать сам. Фотовыставка стала возможной благодаря муниципальному гранту. Своей работой представили пять общественных организаций инвалидов из Благовещенска и Свободного. Организаторы этого мероприятия были отмечены благодарностями мэра города Олега Имамеева и Управления культуры. Библиотеки Благовещенска просят прислать свои шелфи. Да, вы не ослышались, не селфи, а именно шелфи. Это широкое понятие, которое охватывает все виды полок и полочек. В данном случае – книжных. Организаторы акции предлагают потенциальным участникам запечатлеть, как хранится их любимое чтиво. Корешки и обложки книг, сувениры со всего мира, старые фотографии в рамочках – все это лицо дома, отражение его хозяев. Библиотеки Благовещенска просят горожан присылать свои шелфи любым удобным способом – через странички библиотечной системы города, ВКонтакте, Телеграм-канале, на электронную почту, либо по номеру, который вы видите сейчас на экране. В фотографии будут доступны всем для просмотра с 6 декабря на сайте biblioblog.ru. Хиты Тома Джонса, Фрэнка Синатры, Элвиса Пресли в Благовещенский прошел концерт-трибют Александра Викулова «Посвящение». Зрители смогли услышать золотые хиты 20 века в исполнении поэта и композитора. Александр Викулов начал свое выступление с одной из популярных песен группы «Битлз». Концерт так и называется «Посвящение». В нем артист отдал дань своим кумирам, которыми начал вдохновляться более 20 лет назад. Сейчас Александр сам исполняет песни популярных артистов. Причиной становления на творческий путь стала любовь, отмечает поэт и композитор. 26 лет назад решил заняться музыкой. Наверное, любовь сподвигла. Влюбился в школьную, в одноклассницу. И как-то пошло-поехало, понеслось концерты, концерты, выступления. И решил связать, несмотря на то, что родители сотрудниками милиции были. Думали, что по стопам пойду, но я ушел в музыку. За свою музыкальную карьеру Александр сочинил более 5000 песен. Из них пятая часть на английском. Себя артист называет мультиинструменталистом, так как помимо гитары играет на клавишах бас-гитаре, банджо и губной гармошке. В планах у Александра Викулова продолжить развивать свой талант. Он также работает над созданием собственных клипов. Помимо этого, певец планирует побывать с творческим вечером в Москве и выступить в одном из общественных мест столицы. Меньше месяца остается до обнуления баланса Пушкинской карты. Напомним, ее номинал в этом году 5000 рублей. На эту сумму имеют право молодые россияне в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Уже 1 января остаток неиспользованных средств обнулится и произойдет новое зачисление. А вот до этого момента у владельцев Пушкинской карты есть возможность успеть потратить остаток на культурные мероприятия. Лимит Пушкинской карты условно можно разделить на две части. 3000 можно потратить на культурные мероприятия, 2 на бесплатное посещение кинотеатра. Важное условие – это должен быть российский фильм, созданный при поддержке Министерства культуры и Фонда кино. В проекте участвуют 34 учреждения при Амурье, среди которых театры, музеи, филармония, ОКЦ, галерея Пушкарева. Напомним, оформить карту легко. Россияне в возрасте от 14 до 22 лет могут получить льготный пластик через портал Госуслуг в разделе «Культура». И это все, о чем мы успели рассказать за 10 минут. Следите за культурной жизнью Амурской области вместе с нами. До встречи в следующих выпусках.